Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Гость в студии, шеф-повар, совладелец юрмальского ресторана 36-я линия, Лаурис Алексеев, как уже было проанонсировано. Доброе утро еще раз. Доброе утро. На прошлой неделе мы все узнали о том, что ресторан приостановил свою работу. Вы распространили пресс-релиз о том, что сейчас это место временно закрыто. Я напомню, ресторан находился на берегу моря. Еще кто не знает. Между Лелуп и Буллиотемсом. И расскажите, что, может быть, сподвигло вас его, может так, закрыть деятельность временно, да, сейчас, приостановить деятельность. С какими проблемами вы столкнулись и какие меры предпринимаете? Ну, да, во-первых, я, наверное, с другой стороны чуть-чуть начну и скажу всем нашим хорошим, добрым людям, которые нас так поддержали в этот момент. Большое спасибо, что без них было бы сложно такой шаг сделать. Но я в хорошем смысле слова. Но что касается самого ресторана и почему так случилось, там, как я понимаю, я все-таки не юрист и, ну, может быть, стоит. Скоро, я думаю, станете, да. Но там был все время такой спорный вопрос, как, наверное, везде в Юрмале. Наверное, каждый шаг в Юрмале и каждая улица, она такая спорная. И спорный вопрос был о этой величине, там, есть ли асфальт внизу под парковкой, где мы находимся, или нет асфальта. Я вам скажу, что он есть. И просто сейчас этим всем разбирается уже как бы суд с теми людьми, которые нас оспаривают. Оспаривают, на самом деле, это город. Что город нам дал разрешение. Но, да, скажу так, что у меня нет дома печати, и я эти разрешения сам себе не даю. Так что, основываясь на... То есть, фактически, вот эти, так называемая группа вот этих зеленых, ну, условно говоря, да? Защитники природы. Оспаривают те разрешения, которые вам выдала... Муниципальная дума. Да, Юрмальская дума. Да, вы правильно. Так, чтобы совсем по-простому. Все-таки, у вас есть самообъяснение, почему вот эта вот группа людей, ну, начала такую, не знаю, юридическую войну? Вы их знаете? Может, у вас с ними был какой-то конфликт? Так, ну, для понимания просто. Ну, у меня точно конфликта никогда ни с кем не было, потому что я понимаю, если бы я запрыгнул в эту лодку, как последний, да, что у всех есть, и тут появился я, и взял, как бы там, отрезал большой кусок пирога, да, у кого-то, да. Но было так, что мы начали как маленький небольшой ресторан, и просто... С нуля, вообще. Да, с двенадцать лет назад, да? Да, мы постепенно развивались, и понятно, что это было не без труда, если так образно сравнить, то если у вас в корзине есть место для хороших боровиков, да, и вы их видите, я думаю, что надо брать, просто нужно, конечно, нагинаться и их отрезать. Ну, а в чем сама претензия вот этих вот защитников природы? Вы говорите сейчас об асфальте, да, который там есть, то есть конкретно... И он есть. Да, конкретно об этом единственная их претензия? Ну, там... Что их возмущает? Я думаю, что там... В чем они согласны? Просто закон можно читать по-разному, так что, как у нас принято, можно его и так почитать, можно по-другому почитать. И что они увидели там, не соответствующих... Ну, они сказали, что там все-таки дюна, но когда, конечно, мы приходим туда, идем с лопатой и видим асфальт, то... Да. А их возмущает то, что ресторан построен рядом с природным парком дюны, да? Да, в природном парке, который, на самом деле, он построен на автостоянке. А почему только сейчас, если ресторан существует вот уже более 12 лет, да? Ну, вообще, да, мы туда не первые пришли, там до этого было. Почему только сейчас они заинтересовались тем, начали, я так понимаю, рассматривать бумаги, какие вам предоставляет, допустим, муниципальная служба или дума юрмольская? Не знаете? Не знаю. Это сведение, может быть, личных счетов. Но мне трудно это, сложно комментировать. Тем не менее, вы могли, как бы вот, несмотря на все это, просто так, чтобы люди поняли, сопротивляться и продолжать оставаться и работать, как ни в чем не бывало, в том месте, где вы и находились, вот в Левопе? Привычное место. Да, вы знаете, суд, на самом деле, еще не начался, да? Даже первая инстанция ничего так до конца не сказала, она даже не рассмотрела. Просто первая инстанция дала такой, ну, как сказать, благус, как бы такой, ну, регулаем, что юрмольская дума должна нам запретить работать, эксплуатировать. Эксплуатировать. Здание, да. Здание. А если вам должны запретить, то есть вам уже запретили, поэтому вы приостановили свою деятельность, вот так срочно, внезапно? Ну, да, так срочно, как срочно это думе сказали, так дума срочно сказала нам. Да, и как дальше развивали события, вас предупредили, сказали, что вы должны прекратить свою деятельность, там, на время проверок, я не знаю, либо какого-нибудь судопроизводства, ну, сейчас процесс, да, я так понимаю. Да, да, процесс, да. Да, ведется. И вы переехали сейчас в новое здание. Да, это было очень быстрым решением, которое, как всегда, как говорят, план B должен быть, и он у нас был. Заодно вы фактически оживили вот это заброшенное здание, да, аризонты бывшего ресторана. Ну, он на какое-то время был, да, тихим. И да, мы за два дня взяли, переехали, за что мне на самом деле хочется сказать очень большое спасибо своему прекраснейшему коллективу, который эти два дня, ну, просто, да. Жил там, чтобы все быстро сделать, да. Очень быстро, оперативно и организованно это все сделал. Но появлялась информация о том, что вот в связи с закрытием деятельности ресторана 36-я линия, по привычному адресу около 60-70 человек потеряют работу. Это так или нет? Ну, вы что? Откуда такая информация? Я говорю о том, что вот... Фирма, наша компания, она ни в коем случае не рассматривала даже момента прекращать свое существование. Мы просто поменяли адрес, и те же самые люди, с которыми мы работали вместе, они продолжают работать ни на один день. У вас большой штат? Ну, где-то 70-65 там. Вот мы знаем, те, кто там бывал, что ведь кроме вот этого такого постоянного строения еще было на пляже зоны, где очень много проводили всяких корпоративных мероприятий, свадьб и так далее, и так далее. Будет ли что-то подобное в дубу? Ты планируете ли вы что-то, условно говоря, на песке делать какие-то еще кафе? Ну, вы знаете, там тоже было на песке. Да, я поэтому и говорю, да. Там, тут интересно, наверное, надо уже смотреть, как по документации. Я знаю, что в Юрмале есть несколько специальных зон, где разрешено сезональное строение на 400 квадратных метров. Наша зона была, кстати, одна из тех зон. И в одних правилах написано, что так можно, а в других правилах написано, что плудмало на пляже может быть только сезональное строение 60 квадратных метров по всей плудмало. И тут уже надо понять, как кто что читает и что что значит. Это пермазгруппа, здание первой группы, да. И, ну, я скажу так, по пляжу 60 квадратных метров есть не у многих, у всех всегда больше. А как это возможно? Я не знаю, их просто не оспорили. Ну, возможно, допустим, здесь найти какие-нибудь изъяны в законе и зарегистрировать, по сути, две компании рядом, у каждой по 60 квадратных метров? Нет, там конкурсы происходят, там зональное распределение нельзя, да. Вот, может быть, такой вопрос, который у многих, кстати, возникает, вот когда все началось, все вот эти вот оспаривания булатливые и так далее, почувствовали ли вы какую-то помощь, поддержку со стороны Юрмальской думы? Потому что, как вы правильно заметили, все-таки это они выдавали разрешение, не вы сами себе там... И они даже запретили. Ну, фактически, да. Поддержка, ну, такая, ну, такая, как поддержка звонков, да. Я почему спрашиваю, потому что все-таки 36-я линия, это ведь не только бизнес, мы понимаем, что это одна из визитных карточек города. Даже те, кто никогда не был на 36-й линии, допустим, они знают, что есть такой ресторан, это такая одна из, ну, в какой-то степени достопримечательностей. И вроде бы и Юрмальские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы, ну, каким-то образом вот эта достопримечательность жива была. Я думаю, что, да, большая часть из работников города, они это все понимают и осознают, что произошло. И в своих силах, в мере своих сил, каждый что-то, ну, старается сделать. Просто есть такой момент, что время пока играет против нас, но так как мы переехали в другое место, у меня до 31-го года, есть очень много времени, чтобы все сделать хорошо. До 31-го? Да. Почему? У нас Лигумс до 31-го года, так что, если кто-то хочет туда зайти, то... Будет проблема, да? Ну, у нас Лигумс. Значит ли это, что вот, что это намек на то, что вы не исключаете, что кто-то из конкурентов, то есть за зелеными кто-то стоит, ну, за условными зелеными, потому что, насколько я понимаю, они сами публично никак не проявлялись, никаких пресс-конференций не собирали и вообще не говорили о том, какова их цель? Ну, их цель, то, что за ними кто-то стоит, ну, да, но это не месяц, не месяц. У вас нет таких предположений, да? У меня нет предположений, потому что я не хочу тратить свою энергию на это. А по поводу предположений, вот знакомясь с дискуссией, которая происходит в социальных сетях, если ее можно так назвать, где в том числе и говорилось о 70 человек, которые останутся без работы, и кто-то предположил, что поскольку ресторан работает с убытками, да, это можно посмотреть и по Лурсофту, что ресторан просто попытались, ну, грубо говоря, отжать за долги у прежних владельцев, что вы не сможете вернуться в это здание, и поэтому мы только что узнали вот до эфира, вы сказали, что вы планируете потом работать в двух... Ну, в двух... Ну, если так получится, да. Если получится, но это не значит, что у вас вот этого обратного пути назад нет. Ни в коем случае. Вы будете сейчас работать в новом месте, да, в дублты, и потом вернетесь еще... А то, что вы сейчас сказали, там люди, ну, я не думаю, что они совсем понимают, что они там написали, потому что отжать... Это нюрмальчане, да, пишут, я не знаю, сколько они владеют... Нет, ну, нет. И потом все-таки какая-то прибыль была, небольшая, но была, да. Нет, я вам скажу, тут не про прибыль. Если вы посмотрите, и нужно смотреть не прибыль, да, нужно смотреть ноду оклюемаксис, да, бюджет, да. Они составляют почти один миллион, ну, миллион в год. И у нас был взян кредит, который заканчивается в этом году, и это кредитный платеж. Если бы следующий год был таким же хорошим, как, скажем так, прошлый год, то сумма этого кредита была бы наша прибыль, так что... То есть вы погасили кредит? Ну, мы в этом году погасим кредит, да, и тогда будет опять прибыль, да. Потому что два года назад она была, три года назад она была, а в этом году просто она, ну, за прошлый год она была меньше, потому что у нас был большой кредитный платеж, вот вся наша прибыль. И тут по прибыли судить это самое не совсем правильно. Планируете ли вы это здание, вот в дубу-то, не знаю, купить, ну, в собственности? Ну, я не думаю, что его можно купить в собственности. У нас аренда, это, по-моему, она принадлежит государству. Вот это здание. Вот это здание, да? А вы сказали о плане Б, да, что у вас таковой был, и я так понимаю, виды изначально были именно на это здание, в дубу-то. Вы ранее уже начали вести переговоры о том, что, возможно, переедете, или вам кто-нибудь дал наводку, потому что действительно все очень быстро произошло, и так быстро отыскать на той же береговой линии еще одно место, куда можно переехать всем ресторанам, да, и по площади, ну, кажется, невыполнимо. Секрет. Нет, ну, шучу. Я знаю управляющего этого здания, и да, он мне позвонил. Мы, ну, с ним встречаемся раз за раз, и, ну, несколько раз в год. То есть вы не исключаете, что вы расширитесь вот таким вот образом и раньше? Мы не исключали. Я вам позвонила, когда это случилось. Да, мы не исключали, но просто есть каждому свое время, потому что тогда, несколько лет назад, и вплоть до вот недавнего времени, конечно, наши силы были концентрированы во что-то одно, чтобы не дробью, а чтобы пулей. Ну, да, так получилось. Что касается вообще вот этого дубл-то места, где сейчас вы уже открылись и работаете, собираетесь ли вы как-то решать проблему стоянки, парковки, потому что, ну, там с этим не очень хорошо, да, так сказать? Ну, это теория относительности кулинарная, как один волос в супе или один волос на голове. Это в зимний, холодный понедельник, она слишком большая для всех. Это правда, да. Да, и в теплые июльские субботу она… Сколько бы парковок ни было, да. Да, она всегда будет мало. Тут это не ко мне вопрос, это городская стоянка. Для вас этот переезд был стрессовым? Не боялись ли вы потерять клиентов, потому что у вас и постоянных известно очень много. Не страшно ли вам? Ну, не страшно это… Ну, страшно это для крашеной шапочки в лесу, может быть. Нет, это было не страшно, это был шаг, который надо было делать вперед. Это будет так, чтобы тоже понимали те, кто часто и были гости 36-й линии, вот в Дубул-то там будет какое-то другое меню, или это будет та же 36-я линия, так, чтобы чуть-чуть, может быть, пройтись по тому, что будет там, или что там уже есть. На данный момент это та же 36-я линия с таким же прекрасным видом на море и с тем же меню. Наверняка к лету мы что-то… чуть-чуть, какой-то маленький апдейт будет, но сама основа… Концепция. И сама концепция, и селедка с картошкой, она должна там быть. Это как такая тоже визитная карточка, да? По поводу, может быть, проблемы, с которой последние годы столкнулись, в том числе и латвийские рестораны, если говорить о дефиците рабочей силы, господин Энзис, это глава Латвийского общества ресторанов, он рассказывал, что в вашем ресторане как раз есть такая практика по приглашению иностранных рабочих. То есть у вас, он говорил, работают очень много украинцев. Ну, я не знаю, много или много. Господин Энзис, много это. Это? Да, у меня было два украинца. Это уже много. И четыре парня с Узбекистана. Но это было в прошлом году. Сейчас они уже не работают. В восемнадцатом году. Сейчас нет, сейчас никто не работает. А расскажите, пожалуйста, может быть, о том, как… И это был летний период. А, то есть это был их сезонный заработок. А вот действительно многие спрашивают, все-таки, ну, мы знаем, что летом, особенно когда хорошая погода, ну, многие заранее пытаются резервировать места, не всегда даже им удается. Ну, те, кто приходят, с другой стороны, они удивляются, насколько все-таки, ну, достаточно быстро обслуживают клиентов. Сколько вообще, так скажем, в день пик вообще поваров работают? Просто так для понимания, не знаю, четыре, пять, шесть… Двадцать два. Двадцать два. Да? Ну, там существует разделение, кто там по десертам, кто… То есть все четко. Двадцать два повара, из которых четыре… Ну, прямо сейчас раскладик сделаю, да? Не послужил для представления, да? Да-да, из которых четыре-пять – это молодежь летом, которая чистит, принеси, унеси, ну, как бы заготовку там, да. Это очень важная, кстати, позиция, да. Без этого никак. Ну, да. Картошку не почистишь, не делай. Картошку она сама не чистится, да. Потом есть, да, два человека, которые делают только… Которые не готовят еду, но они делают только филе рыбы и нарезают порции. Это, кстати, тоже тяжелая работа, на самом деле. По граммам, чтобы по весам все красиво, чтобы все ровненько было. И они следят за этим оборотом продуктов FIFO, чтобы первое ушло, первое пришло. Да, и потом горячая линия 4-5 человек, холодная линия 3. Ну, всегда присутствует шеф-повар, да, который все это контролирует. Есть в каждой смене один ответственный человек, который видит рентген всего. Вот, я о чем и говорю. И который руководит и дирижирует данным процессом. По поводу, если от кухни уходим и заходим в зал, вернусь к теме, может быть, сотрудников, как вы можете охарактеризовать, допустим, тех же иностранцев, которых вы нанимали на летний сезон, да, насколько они справлялись, не было ли вам страшно, что это приезжие, возможно, они не могут в должной степени обслужить, допустим, латышскоговорящую публику, да, или проблем вообще. Они в зале не работали, они работали на кухне и... А, в основном, но как вам с ними, ну, вообще работалось? Очень хорошо. Проблем никаких не было? Да, очень хорошо, да, да. А сейчас все сотрудники, все 70 человек, это местные? Жители в ответы, да? Да, местные, да. Ну, одна большая часть, они жители Юрмалы даже. Даже так. То есть, фактически вы даете работу и горожанам, да? Ну, конечно. Может быть, еще такой вопрос, что касается вот этого здания в Дубут, из которого вы переехали, есть ли там у вас все возможности для той же кухни, потому что вы сказали, что, ну, ладно, в час пик 22, зимой действительно в понедельник, может быть, не надо столько, но, тем не менее, все-таки нужны пространства, эти вот кухни, плиты и так далее. Насколько там все обустроено? Или вам еще предстоит там инвестировать средства? Там обустроено, там было все практически готово, кое-что мы добавили от себя. Кухня чуть-чуть, ну, другая по планировке, это надо… Менять? Нет, привыкнуть надо, привыкнуть и, может быть, что-то поменять, но, в принципе, все возможно. По месту, если там, я помню, что там был какой-то, типа, второго этажа, да, будет ли он тоже задействован? Он сейчас основной задействован, да, второй этаж. Ну, и первый, если есть спрос, так что. Ну, то есть, в принципе, какие-то банкеты там тоже делать можно будет? Абсолютно. А ваше отношение к тому сейчас, как развивается, в том числе, и сектор общепита, да? И если вы можете сравнить Юрмалу, понятное дело, Ригу, как вы относитесь сейчас к засилию пакистанских кебабов? Против ли вы этого или нет? Я думаю, что так как, находясь и живя в Европе, мы не сможем от этого никуда уйти, да. И если на это есть спрос, то это наверняка будет. Я сейчас, наверное, проголосую за качество, да, чтобы это все было качественно. А кто это готовит, ну, это уже чуть-чуть не на столь важно, ибо и пакистанская, и ливанская кухня, и та же самая грузинская кухня, армянская, они не очень вкусные кухни, и тайландская. Это же классно, что чем больше разнообразия, тем лучше. Насколько часто вы вообще обновляете меню? Потому что, ну, есть разные мнения на сей счет. Одни говорят о том, слушайте, ну, есть классическое меню, 36-я линия, она мне нравится. Все-таки это же ресторан, я каждый день туда не хожу, это не какая-то там столовка в офисе, да? С одной стороны. С другой стороны, ну, всегда и тем, кто часто ходит, хочется какое-то вот, чтобы было разнообразие. Какая ваша политика вот в этом плане? Очень много об этом думал и анализировал, и меню, это не секрет, оно довольно-таки широкое, разнообразное, и довольно-таки эта основа, да, его, она не менялась уже очень давно. И есть, вы правы, есть несколько, ну, небольшая часть людей, которые все время хотят что-то новое, что это очень хорошо, да? Но я всегда даю меню и карандаш, говорю, ну, чтобы поставить что-то новое, нужно вычеркнуть что-то старое. Я не могу просто все время брать и добавлять. И тогда они так идут и смотрят, но говорят, нет, ну, это мы тоже кушаем, это нам тоже нравится, а вот это тоже. И, ну, скажу так, каждый день у нас два новых супа дня, каждый день у нас рыба дня и мясо дня, так что это как бы, ну, под прилавочками есть. На ваш взгляд, что должен сделать город, может быть, у вас уже опыт есть, чтобы люди больше приезжали, ну, и не только иностранцы, наверное, в Юрмалу вне сезона. Я понимаю, что сейчас особо погода такая, зимы-то нет, да, но все-таки мы понимаем, что основной пик приходится, там, не знаю, может быть, с мая месяца, с середины, и там до конца августа. Вот все-таки как сделать, вот сейчас январь, потом, ну, вот эти месяцы, как сделать так, чтобы люди больше приезжали в Юрмалу? Ну, нужно понимать, какая цель приезда в Юрмалу, но если мы сейчас говорим из ближайших, как бы, ну, то же самое из Риги или из Латвии, то, ну, наверняка отмечу, что культурные мероприятия – это очень важная вещь, да, и желательно их сделать, чтобы люди там остались с ночевкой, да, как-то это все растянуть, эту программу в виде фестиваля, может быть, или еще что-то. Это, опять же, спортивные мероприятия, да, какие-то тоже, чтобы людей это интересовало, ибо есть, конечно, многое, часть из нас, которые ходят и туда, и туда, но есть, ну, люди, которым… По интересам. Да, по интересам. Потом, наверняка, думаю, что надо как-то привлекать и использовать наши козыри, что это лес, это прогулка, да. А расскажите, пожалуйста, о своем выборе, может быть, поставщиков и продуктов, это постоянные, допустим, на протяжении 10-12 лет, либо вы следуете там тенденциям, сейчас какие-то органические продукты все выбирают, и как вы относитесь? То есть у вас есть какая-то внутренняя сеть, где вы общаетесь и обсуждаете, допустим, поставщиков, потому что известно, что недавно были массовые отравления в Леппо, и это уже и к вопросу тоже несоблюдения, может быть, санитарных каких-то норм, и не всегда, может быть, качественные продукты предоставляются. Ну, вы знаете, да, основные поставщики, они у нас с первого дня в ресторане, а для меня лично, как повара, который работает на кухне уже достаточно, это поставщики с моих предыдущих мест работы, так что это очень проверенные, всех знают. Всегда, конечно, мы открыты на что-то новое, ибо приезжают, заходят в Латвию новые фирмы, новые компании, они, как правило, небольшие, да, и они предлагают то, что могут, может быть, не могут предложить наши основные большие поставщики, да, именно это местная продукция. Это ребята, которые варят там прекрасные сиропы, да, это тети, которые делают прекраснейшие джемы или варенье, да, разные сухофрукты, да, такого домашнего происхождения. Или сыровары, вы, допустим, предлагаете? Да, есть сыровары, есть ребята, которые есть, когда этот жмых есть от сока, да, которые это все сушат, добавляют туда пектин, чуть-чуть сахара, и получается очень такой хрустящий, как бы ягодный крекер, да, ну, да. Да, но новых вы тоже ищите сахара. Абсолютно, да. А если говорить о ценах за это время, мы понимаем, что поставщики в том числе вкладывают в стоимость продуктов и логистику, которая, наверное, входит, да, в связи с этим, как растет цена меню с теми издержками, которые тоже повышаются в стоимости? Ну, очень сложно тут математически, да, если к одному евро, ну, образно добавить сейчас 10 или 15 центов, да, то, ну, например, это все мы можем умножить там на 100, ну, образно, да, и мы получаем уже какую-то сумму, а если еще иметь какой-то коэффициент наценки, да, там, довольно-таки трудно. Сублюсти вот этот коэффициент, ибо цена поставщика растет порой быстрее, чем мы можем позволить себе менять цену продажи. Но я понимаю, что вы все равно вынуждены менять. Ну, вынуждены, конечно. Да, но как это происходит? Вы понимаете, что уже неизбежность, либо у вас есть определенная договоренность, мы вот раз в год, там, после, по окончанию летнего сезона мы немножко поднимаем. Перед летним сезоном. Ну, да, перед летним сезоном. Да, мы просматриваем каждые позиции, конечно, мы просматриваем каждые позиции, и сейчас я могу сказать, что есть одна позиция, не хочу сказать, которая, но которая скоро не будет в меню нашего ресторана, потому что мы занимаемся благотворительностью тогда. Себестоимость, да? Мы просто в ноль, да. За что купил, за то продал. Вот этот вопрос, который часто вам задают, все-таки, наверное, не думали ли вы что-то открывать и в Риге, ну, то есть в столицу идти? Наоборот, из Юрмала. Многие из столицы идут в Юрмала, а вы как бы наоборот. Ну, я сам из Юрмала, и в Риге это экскурсия для меня пока уже 12 лет. Никогда не скажу нет, да, наверняка что-то, что-то, если что-то будет очень-очень, ну, так, интересно, я не говорю сейчас про 20 тысяч квадратных метров. Нет, ну, если что-то вот западет так поглубже в душу, тогда да. Вы говорили о разнообразии кухонь различных, упомянули грузинскую, тайскую, я сюда добавлю итальянскую, французскую, если мы говорим, может быть, о мировом значении, мировой узнаваемости. Что касается латышской кухни, известно ли вам, она представлена в каких-нибудь еще странах, и насколько она популярна, да, вот, если сравнивать, ну, может быть, действительно, если вбить и в поиски посмотреть самые популярные, найдем ли мы там латышскую? Я думаю, что мы наверняка не найдем, потому что латышская кухня, она все-таки образовалась из-за несколько, так, исторически разных кухон, да, и доступности продуктов, ну, так, в общем, потому что, посмотря по истории, ну, под какими королями мы были, там, Швеция, Польша, Германия, да, Россия, и так это все образовалось, плюс географическое нахождение, ну, где мы находимся, да, и доступность продуктов, это образовало латышскую кухню, что мне хочется больше, может быть, отместить, то, что Рига на протяжении столетий была Ганзевская, Ганзевская, да? Да. Да. Ганзевская, да, Ганзейская, да, где заходили корабли, чтобы перегрузить все на сушу, да, и здесь был пункт перегрузки, и это значит то, что все приправы и всякие заморские вещи в Риге были доступны как первому городу, да. Вы просто должны использовать больше приправ, вот и все. А, должны? Должны, да. А по поводу, может быть, узнаваемости все-таки, существует ли такой ресторан за рубежом в латышской кухне или нет, вам неизвестно? А я думаю, что такой нет. Или только если в Литве, вот просто я знаю, там есть лидо, да, если мы говорим в таком виде, это да. Да, ну как ресторан, ресторан, наверное, не существует, но надо так очень сильно так поработать над маркетингом. А вы считаете, что это надо? Нет, я не считаю. А вот, в принципе, поскольку у вас за эти годы уже есть свои наблюдения, все-таки чаще всего, вот, не знаю, средиалистические посетители вашего ресторана, они что выбирают? Есть какие-то топ-блюда, где вы знаете? Ну, вот вы упомянули, значит, селедку, да, с картошкой, да, но, наверное, есть какие-то топ-блюда, да? Ну, конечно, это наш рыбный суп, который появился по ошибке. Это то же самое. По ошибке? Ну да, там я сварил один, мой коллега сварил другой. Ну, один был тайским, один был средиземноморским, а третий коллега его, ну, не понял, что это такое, потому что они выглядели в кастрюлях одинаково и слил все в одну кастрюлю. Я сказал, что это супер. Я пробовал, что я сказал, ну, похож, но не мой, и мой коллега сказал, тоже похож, но явно не мой, а третий сказал, ну, я их слил и так появился. Правда ли, что вы занимались разработкой меню для одной из школ, что вас пригласили? Мы до сих пор обслуживаем школу. Вот, вы до сих пор обслуживаете школы. А может быть, поподробнее об этом, как так получается, что школы обращаются к известному шеф-повару Латвии, чтобы он составил меню? Это должно быть какое-то эксклюзивное меню, либо вы чего-то знаете, чего не знают другие? Это все началось с того, что хозяева, представители школы, наши постоянные гости, и когда у них появилась идея насчет школы, у них также появилась, начала появляться идея, где же, ну, кто же будет это все кормить, и нам предложили, и мы не отказались. Это дорого просто в обслуживании, да, потому что есть компании, которые занимаются этим, ну, десятилетиями, у них уже налажены поставки, производство, все-таки это массовое, да, в том числе и порционная составляющая. Это сложно в обеспечении? В школе отдельная кухня, да, где работают отдельные люди, по абсолютным законодательствам и правилам Латвии, а правила это сколько может быть количество соли, какие должны быть уствы, верты, ибо. Ну, ценность пищевая, да, 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 это все, как говорится, по ГОСТу. А в чем ваш вклад был в этом меню? Наш вклад просто в том, что у нас есть чуть-чуть больше развязаны руки, и мы это можем, ну, как бы, немножко за другую цену предложить детям. Вот вы все-таки, у вас, я думаю, стаж поварском искусстве, наверное, уже 20 лет есть, если не больше, да? Есть ли у вас какие-то загадки вот в поварском искусстве, не знаю, какое-то блюдо, которое вы не умеете готовить? Хороший вопрос, сразу, сразу отвечу. Есть одно блюдо, которое, я просто сам не раскусил, надо, надо читать, да, не сильно о нем там, ну, написано. Написано, да? Написано, есть холодный и горячий чай в одном стакане. И когда я его пробовал, это блюдо, действительно, это чай, и действительно, ты его пьешь, и там есть часть его холодная и часть его горячий. Какая-то химическая загадка уже, да? Это Heston Blumenthal, это в ресторане в Англии Fat Duck, это, я так и не понял. Не понял, я очень много думал, какая там молекула, но, наверное, там есть какая-то. А вы сами, вот, когда где-то бывает за границей, вы посещаете какие-то рестораны или какие-то совсем такого? Рестораны обязательно, ну, если цель отдыха и, ну, как бы просто время провождения, то это не настолько важно, но есть, очень часто бывают поездки и цель как просто ресторан, концепт, вкусовые сочетания. Интересно, а вы дома еще готовите или так надоело? Нет, готовлю, готовлю, обожаю. А есть признаки супермастерства, допустим, если мы говорим о странах Азии, то говорят о том, что разделать рыбу фугу, да, и не умереть, это вот лучшее признание настоящего шеф-повара. Есть какие-то такие еще маркеры? Про горох нет, ну, латвийский. Но, ну, нет, такое, я считаю, там, там эта градация, в Японии, конечно, это так принято, и у них эти специализации очень такие узко специализированные, да. Есть человек, который, я знаю, всю жизнь может только заниматься и варить рис. Не рис, да, ну, это его, да, это ихняя философия. Ну, здесь я предпочитаю, когда мне рядом в окружении люди, мои коллеги, которые очень, у которых разум очень открытый, да, и которые очень быстро реагирующие, и, да, ну, как бы, да. А есть какая-то экзотическая кухня, ну, из какой-то страны, которой, на ваш взгляд, в Латвии там не хватает, она нужна была, потому что мы видим, что, ну, сейчас, по крайней мере, нам так говорят, что можно попробовать такую кухню, индийскую, китайскую, там, японскую, мексиканскую и так далее. Может быть, есть какая-то кухня, где вы сами путешествовали, сами для себя сделали какое-то открытие и сказали, о, вот это то, что нам не хватает. Есть, мне удалось побывать в Латинской Америке, проехать сверху до самого низа. Было опасно, наверное, да? Нет, не очень, они хорошие люди, главное, там, в джунгли не ехать, где... Да. Да, где не только москиты. Перу, перуанская кухня, очень интересная, она очень такая, она просто другая. Нельзя даже сказать, это острая, не острая, просто другая, да? Нет, нет, острота, она такая очень, не совсем все должно быть острым. У них просто другие вкусовые, ну, вкусосочетания. Ну, вам понравилось? Нам, да, нам понравилось, конечно. Да, спасибо большое, наше время подошло к концу. Я напомню, у нас сегодня в гостях был шеф-повар и свладелец юрмальского ресторана 36-я линия, Лаурис Алексеев. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам.